здравствуйте дорогие друзья тема сегодняшнего видео почему греется плохой контакт я думаю многие видели такое явление в электроцепи допустим у вас есть какой-то мощный потребитель там то ли какой-то нагреватель то ли какие-то там мощные осветительные приборы то ли еще чего и вот если допустим само цепь питания то есть там удлинитель до либо вот если это в автомобиле где-то какое-то болтовое там соединение какая-то колодочка контактная если там допустим нарушен контакт то есть произошло там какое-то окисление открутился болт и контактный и так далее то есть ухудшился контакт то в этом месте как обычно происходит нагревание дальше может расплавляться сам контакт может там гореть и так далее так вот сегодняшнем видео я немного вам расскажу какие именно физические процессы там происходят и почему именно это место нагревается сейчас перед вами я нарисовал простейшую схемку эта схемка состоит из источника питания ну допустим это аккумулятор будет да вот автомобильный аккумулятор дальше есть потребитель у нас опять это будет мощный потребитель то есть это или лампы накаливания какие-то мощные там либо это какой-то нагреватель допустим там обогрев заднего стекла либо допустим стартер ну то есть какой-то какой-то мощный очень мощный потребитель да ну есть у нас проводники которые соединяют источник с потребителем как обычно минус источника питания да это масса автомобиля вот ну я как бы нарисовал все это вот таким вот способом чтоб было это все явно видно ну и допустим есть у нас какой-то проблемный контакт то есть это или колодка или какое-то болтовое соединение то есть вот этот наш вот контакт проблемный он будет как бы нагреваться вопрос откуда здесь берется тепло значит если вспомнить школьный курс физики есть такой закон закон джоуля ленца который гласит о том что количество теплоты выделенная участке цепи прямо пропорционально произведению квадрата тока и сопротивление данного участка и это все в единицу времени то есть если еще считать время то вот это вот произведение нужно еще умножить на т то есть на количество времени ну понятно чем больше времени будет протекать ток по этому участку цепи тем конечно больше будет нагреваться нас интересует именно единица времени то есть грубо говоря там да за одну секунду то есть буковку т я писать не буду мы будем считать что это просто единица да вот из этой формулы что мы видим значит у нас есть ток ток у нас протекает да по проводнику вот так вот за буковка и то есть если включить сюда амперметр да вот включить амперметр то амперметр будет нам что-то показывать будет показывать величину тока да есть у нас ток есть у нас сопротивление значит одно у нас сопротивление самого потребителя а вот второе сопротивление вот как раз и будет вот этот вот плохой контакт то есть контакт что значит плохой контакт то есть на вот эти вот переход на переходе до с arms самих только проводящих пластин да то есть там появилось сопротивление появился окисел и так далее ну то есть если взять туда допустим вот эта часть этого от пластина это часть этого вот мы их соединилиа да то есть получился какой-то контакт если это хорошо зачищенное медь там и так далее не хорошо стянуты то тут будет минимальное переходное сопротивление и как бы нагрева там практически никакого не будет ну вот представьте теперь ситуацию вот эти вот пластины там окислились со временем потом болты там попустились сюда влага начала попадать и так далее то есть между вот этими пластинами начал появляться оксид меди там и так далее то есть вот эти вот все оксиды они имеют повышенное сопротивление то есть сопротивление вот этого вот перехода она будет возрастать то здесь уже появляется ну большое сопротивление да какое-то не то которое оно должно быть при хорошем контакте и вот теперь смотрим на вот эту вот формулу то есть это количество теплоты это ток это сопротивление но это время время мы договорились что это у нас будет единица в единицу времени нас интересует сколько выделиться теплоты значит мы смотрим чем больше у нас сопротивления то есть чем хуже у нас контакт тем соответственно у У нас будет количество теплоты выделяться больше на этом контакте. Прямо пропорциональная зависимость. Правильно? То есть увеличиваем сопротивление. Допустим, ток у нас растет. Вернее, ток у нас остается таким же самым, но сопротивление увеличивается. И, конечно, увеличивается количество теплоты, выделяемое на этом участке цепи. И также еще хочу ваше внимание заострить на том, что количество теплоты прямо пропорционально квадрату тока. То есть, не просто пропорционально току, а пропорционально квадрату величины тока. То есть, если поднять ток в два раза, то количество теплоты увеличится в четыре раза. Вот по этому закону и происходит тепловыделение в плохом контакте. Поэтому, для того, чтобы уменьшить тепловыделение, нужно этот контакт сделать более качественным. То есть, убрать все окислы, хорошо его там обтянуть и так далее. Если это какая-то там контактная колодка, то нужно смотреть, как-то ее там зажать и так далее. Если там уже металл ваш перегрелся, то есть, ну уже такой, что не подлежит восстановлению, то лучше, конечно, этот контакт вообще сделать заново. То есть, или колодку перепаять контактную, или там вообще просто провода спаять, если в дальнейшем его не придется расстегивать. То есть, вот так вот это все работает. Надеюсь, друзья, видео было полезно. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.